Представителями тренерского штаба Рубина улыбнулись друг другу. Ну, в общем, этого, наверное, достаточно. Действительно, напряжение вокруг этой игры велико. И в первую очередь оно, конечно, сосредоточено вокруг фигуры нового главного тренера Ливерпуля. Миша, состав. 22 номер Симон Миньолея в воротах Ливерпуля. Натан Клайн, номер второй. Джеймс Милнер, капитан команды сегодня номер семь. Филиппо Каучиньо, десятый. Мамадус Сахо, номер семнадцатый. Альберто Морено, восемнадцатый. Адам Лалана, двадцатый. Эмрэ Джан, двадцать третий. Джо Ален, двадцать четвертый. Дивек Ариджи, двадцать седьмой. И Мартин Шкартел, тридцать седьмой номер. Ну, и еще одна процедурная часть, которая всегда предваряет матч Еврокубка. Ну, и мы перейдем к составу Казанского Рубина. Попытался немножко удивить сегодня Валерий Чалла и Юргена Клопа. И, кстати, если Миша обратил внимание, Юрген Клоп также пристально следил за разминкой соперника, как и за своей собственной командой. Это было необычно. Мне кажется, отчасти он хотел проникнуться, да, надышаться перед игрой вот этой сумасшедшей атмосферой Энфилда. Ну, и, наверное, ему это удалось сделать. Но, действительно, бросал он взгляд на половину поля, где разминался Казанский Рубин. Может быть, для него отчасти стало неожиданностью, да, появление в том числе Девича. Хотя, конечно, к моменту выхода на разминке составы уже были известны. И Клоп, безусловно, этой информацией обладал. Давай извести мы наших зрителей о составе Рубина. Сергей Рыжиков в воротах номер первый. Олег Кузьмин, капитан команды номер второй. Эрмилин Рубиуллин, номер третий. Соломон Кверквелия, пятый. Карл Седуардо, десятый. Марко Девич сегодня первый раз в этом сезоне в стартовом составе. Номер одиннадцатый. И это, наверное, главный сюрприз. Не попадает старт Игорь Портнягин, который был в последних встречах основным нападающим. Далее. Магомед Аздоев, двадцать седьмой. Кёк Денис Гордынис, номер шестьдесят первый. Благо Георгиев, семьдесят седьмой. Руслан Камболов, восемьдесят восьмой. Девяносто девятый Максим Канунников, главный тренер Валерий Чаллый воздавляет Ливерпуль Юрген Клоп. И вот этот Тим Спирит, который сейчас пытается обрести Ливерпуль под взглядом своего так нового тренера. Вы видели это насупившееся немножко лицо. Ему нужно привыкать к этой обстановке, хотя он работал в Дорфинской Боруссии. Там Вестфаленштадион не менее кипящий котел, чем Энсел Дроуд. Итак, поехали. Рубин против Ливерпуля в Лиге Европы. В красных футболках, как и положено хозяевам поля. Это их обычные стандартные цвета. Ну и чёрный сегодня с золотистым таким отблеском у Рубина. Вполне себе стильно. И сразу начало встречи отмечаем, что начало встречи оба тренера встречают на ногах. Вот посмотрите, если попадут они в кадр, они располагаются буквально в двух метрах друг от друга. Всё опять же здесь очень близко. И, конечно, будут слышать друг друга и видеть постоянно. Вот сейчас как раз Юрген Клоп бросил взгляд в сторону Валерия Чалова. Так или иначе на Энфилде твой коллега, твой оппонент всегда у тебя на глазах. Да, это английские стадионы. Они действительно очень тесные. Многие из них не новы. Мы знаем, что сюда какие-то перемены приходят как-то очень неохотно на английские стадионы. Англичане дорожат теми традициями, что у них есть. И это знаменитое «This is Enfield» на выходе из раздевалок. Этот узкий коридор. Оливерпуль тем временем находит коридор по правому флангу. Но не такой уж он там и просторный тоже. И быстро казанцы ликвидируют возможную угрозу. И Караденис не смог сейчас свою атаку перейти. И Ливерпуль. Это может быть опасно. Это, кстати, уже защитника пустили вперед Лолана. Расстрел с правого фланга не дали. Но продолжается атака Ливерпуля. Есть вариант у Джеймса Милнера. Подача. Удар головой Джаном мог состояться. Нет. Ну что, Ливерпуль сразу хочет показать Клопу, что он вдохновлен тренерской переменой. И действительно, как-то вот Брэндон Роджерс, предыдущий наставник Ливерпуля, назревал его уход. Возможно, и в конце прошлого сезона еще как-то разладилось у него. Разладили взаимоотношения с командой. Поэтому и было принято решение Роджерса убрать. А Юрген Топ, это, как мы уже говорили, большая-большая надежда. Караденис в центре поля. Нет, передача не прошла на Марко Дэвича как раз. Дэвич будет сегодня центральным нападающим, но это все-таки бегущий форвард. Именно это он сейчас делает. Дэвич! Дэвич! Натыкается он на ногу соперника. Арбитр что? Мы, кстати, его не представили. Это Роберт Шонгенхофер из Австрии. Ну вот он пока принял решение не в нашу пользу, но, возможно, там ничего и не было. Канунников. Морено против него. У нас интересная будет дуэль на этом фланге. И мы смотрим, что австрийский арбитр вполне по-английски судит эти эпизоды. Такие жесткие стыки, и он дает играть. Ну вот этот эпизод он, конечно, уже мимо себя пропустить не мог. Хотя, вы знаете, Олег Кузьмин здесь сыграл в мяч. Олег Кузьмин, который в свои 34 года обрел уж не знаю какую по счету молодость, два мяча забил в последнем матче чемпионата России. До этого забил за сборную. Но, учитывая, что он защитник, это, конечно, для него показатели выдающиеся. Аккуратнее на адар. И Жеков. Молодый бельгиец Ориджи сегодня на острие атаки у Ливерпуля. Это не основной, конечно, вариант. Много травмированных и Пентеке, и Старич. Эти футболисты выбыли и создали проблемы, конечно, при выборе состава Юргена Клопу. Ну, а Риджи, если какое-то главное о нем напоминание озвучивать, что это, конечно, игра за сборную Бельгии на чемпионате мира против россиян, когда он как раз забил нам мяч и сборная России уступила на Мараконе. Ну, вот Бентеке или Бентеке, кому как угодно, недалеко от меня располагается на скамейке Ливерпуля. Так что, возможно, во втором тайме мы его сегодня увидим. Так же, кстати, как и Фермино. Они уже поправились, они занимаются в общей группе, но пока, понятное дело, кондиции физически еще не оптимальные. Караденис, да, Миш, вступай с ремарками, потому что ты действительно в гуще событий. Хотя здесь одна большая куща событий сегодня. Это Энфилд Роуд. Атака правым флангом. Канунников на этот раз проскочил по этой бровке. Мне кажется, не знаю, как тебе снизу, но Ливерпуль так немножко нервничает. Нет, может быть, это как раз вот те ожидания, что так активно формулировались перед игрой. Я не знаю, можно ли было в такой ситуации перегореть, но то, что сегодня и трибуны, и Копп, в первую очередь, главная трибуна, безусловно, попытаются показать максимум Клоппу, и трибуны, и команда, это очевидно. И мы знаем, что другие матчи Лиги Европы обычно здесь, на Энфилде, в последнее время собирали порядка 30 тысяч зрителей. И это только две трети от общей вместимости Энфилда. Ну, а сейчас вы видите атмосферу. Спасибо Клоппу. Ну, пока мы видим Ливерпуль в атаке. Темпераментно, конечно, старается атаковать хозяйская команда. Передача на Милнера. Ну, и аплодисменты от Энфилда, это, в общем, вроде бы, да, ничтожный эпизод, но зрители все поаплодировали, потому что попытка какую-то такую креативную атаку построить. Сейчас, конечно, под увеличительным стеклом каждое движение каждого футболиста рассматривается, прессингует высоко. Ливерпуль то, чем славится Клопп, ну, и команды, которые тренируют. Ой-ой-ой, так нельзя играть, так нельзя проскакивать. А Риджи без офсайда здесь оказался в штрафной площади. А все-таки после такой долгой паузы, лайнсмен, боковой арбитр, поднял свой флаг. Ну, и офсайд зафиксирован. И Клопп на пресс-конференции перед этой игрой просил внеждать от него чудо сразу с ходу. Он просил внеждать. Такого в составе Ливерпуля, а вот быстро разобраться в ситуации не получилось у бразильца. Правым флангом Клайн. Очень активный тут защитник и готовит себя под удар. Ну, и примерно в тот же щит, что и чуть раньше Джак. Ну, что ж, наверное, прогнозируемое начало. Хозяева поля больше стараются. У них больше эмоций. Я обратил внимание на пару жестов Олега Кузьмина, когда он, наверное, и не был в кадре. Он так пытался успокоить, может быть, на правах одного из самых опытных футболистов свою команду. Надо держать сейчас этот натиск. Надо игру как-то успокоить. Может быть, где-то паузу взять, чтобы этот пыл ливерпульский остыл. Ну, вот одна из вещей, которых, конечно, ждали здесь от Клопа, это быстрый переход из обороны в атаку. Отладить выход в контратаку. На Джана делал передачу. Не тушуется Рубин. И в этом смысле казанская команда ведет себя в вполне адекватной ситуации. Да, сегодня вот это одна из, так сказать, составных частей ажиотажа. Сегодня на матче присутствует вся руководящая верхушка Ливерпула. Просто вся. Канунников. Морено не дал этому мячу Канунникову прийти. И Кузьмин. Кузьмин, вы знаете, первый раз на Энфилде как футболист. Но вчера мы с ним общались. И он так с улыбкой вспоминал, как в начале 90-х еще мальчишка и приезжал сюда на экскурсию со спартаковской школой. Ну и вот второй его приход уже в роли игрока. С тех пор, я вам скажу, не очень многое здесь изменилось. Раздевалки точно не поменялись. Итак, аут будет бросать Ливерпуль. Джо Ален. Очень классно наседают на Каутиньо. Ну, наверное, Рубин понимает, что это один из самых опасных игроков. Поэтому порой даже по три человека на Каутиньо наскакивает Кузьмин. И аут будет в пользу Рубина. Ну вот сейчас, наконец, проявил активность и Валерий Чал. И он, например, сейчас именно отправил в отбор Карлоса Эдуарда. И Карлос Эдуарда удачно довольный как раз в этом компоненте действовал. Он оттянулся после команды своего главного тренера. Ступил в отбор. Помог своим партнерам отбить эту атаку. И уже начать свою новую. Длинный пас вперед. Девич зацепится за мяч. Но там, в общем, Сахо. Или Сахо тоже по-разному называют этого французского защитника. Миолия, по-моему, он впервые вообще с мячом оказался. Вперед Кверквелия. Выйдет на перехват. Девич, видите, Девич очень глубоко играет. Не совсем он центральный, конечно, нападающий. Будет работать везде. И здесь тоже поработает. И отберет мяч у Джана. И даст пас на Карлос Эдуарда. Бразилец. У нас сегодня две десятки бразильские. Интересно, знают они вообще? Ну, точнее, Каутинь это все знают. А вот Каутинь знает ли о существовании Каутинь? Ну, нет. Карлос Эдуарда играл в Германии. Наверное, знает. Мы так немножко иронизируем, потому что в сегодняшней ливерпульской газете упоминания Рубина вообще нет ни одного. Это говорит о том, что англичане, в принципе, такие большие снобы. Для них есть собственная команда, и больше вокруг мира никакого не существует. Кверквелия. Надо просто отдавать себе вот в мачете. Может быть, использовать эту как некую, я не знаю, свою сильную сторону. Не будете нас оценивать адекватно. Мы вас непременно за это накажем. Рубин тоже старается быстро переходить в свои атаки. Немедленнее, чем Ливерпуль, между прочим. Здорово Аздоев в этом эпизоде прокинул мяч между ног Джо Алинова. Ну и дальше нарушение правил зафиксировал австрийский орбит. Роберт Шоргенхофер. Не самая простая фамилия. Для Рубина Клопа, я думаю, что просто. Ну а сейчас, между прочим, Рубин два человека только, не считая Сергея Рыжикова, оставил на своей половине поля. Пошли все вперед Кузьмин. Ну, можно ударить, нет? Идет Кросса. И дальше Девич! Какой красавец! Марков Девич после передачи Олега Кузьмина. Вот вам большой привет из Казани. Ну что там, Миш? На скамейке-то происходит? Абсолютная тишина. Юрген Клоп как в копан и остановился. Но действительно, наверное, мало кто ожидал, что первый гол на Энфилде при Юргене Клопе будет забить ворота Ливерпуля. И посмотрите, как легко оттеснил. По-моему, это Нейт Клейн был, да, рядом с Девичем. Легко, чуть-чуть помогая себе рукой, Девич оттеснил своего оппонента. И дальше мастерски разобрался, грудью принял. И вторым касанием отправил мяч мимо Симона Миньоле. И Чалый тут же подозвал к себе Соломона Берквелью какие-то коррективы по игре в обороне. Сверхудачное начало игры для Казанского Рубина. Ну, мало того, что это гол ворота Ливерпуля, это просто сам по себе очень красивый мяч. Кузьмин с этим забросом. И потом то, что сделал Девич, просто браво! Кузьмину тоже можно поаплодировать, как он убрал защитника на фланге. И после чего сместился в центр и выполнил эту передачу на Девич. Едва к нам прям мяч не пришел. Альберто Морено его уже выуживал головой из-за линии поля. Если бы не он, я думаю, что куда-то в сторону нашего монитора мяч бы и приземлился. Поаккуратнее там, но было слышно, как наш-наш-наш кричал Валерий Чал и видел уже, что мяч уходит в вау. Да, единственная трибуна, которая не заполнена до конца, это гостевая. Все-таки не так много болельщиков из Казани. Но они есть все равно! О, Лалена! Мимо ворот! Стреляют где-то все вокруг да около ливерпульца. И Ориджи. Уже сейчас начало матча, да? Ориджи торопится и возвращает мяч Рыжикову. Давайте, давайте, не тяните. Но пока мне очень нравится, как этот темп игровой варьирует рубин. Тимур, и нужно ответить, что этот гол, который забил сейчас Девич, это в принципе первый гол, который Ливерпуль пропустил при Юргене Клопе. Ведь первый матч Клопа на Уайт-Харт-Лейн-Лондонском стадионе, стадионе Тоттенхэма, закончился без голевой ничьей. И сейчас Ливерпуль гонит в контратаку. И Джан, и Лалана не поделили мяч между собой. Каутиньо на подхвате будет бить! Сумасшедший удар у Каутиньо. Он столько мячей в концовке прошлого сезона забил дальними ударами, но сейчас не пошло. Продолжаю, кстати, тренеры. Я у тебя заберу твой хлеб, мне же оставаться на ногах, по-моему, ни одной секунды не сидели. Абсолютно, абсолютно. Только в самом начале Валерия Чалой немножечко посидел, и дальше все. Туда, на бровку, не садятся, по-моему, ни разу. Действительно, вот за эти первые минуты не присели. Оно и понятно. Сверхэмоциональная игра для обоих тренеров. Милнер на Клайне. Передача. Шкартел. Опять поддушивает Рубин на чужой половине поля. Прессинг, прессинг, прессинг. Это слово одно из самых популярных в жаргоне, не в жаргоне, конечно, во словаре Юргена Клопа. Но оно уже практически как же организм здесь воспринимается, поскольку Юрген Клоп даже сказал, что его команда играет в контрпрессинг. Никто не понял, что это такое, но вот пытаются понять. Но я скажу, что в этом жанре, в жанре прессинга, Рубин сегодня выглядит не хуже Ливерпуля. Пока. Милнер справа вертится вокруг своей оси. Все-таки умудрился выкрутить этот мяч. А здесь Кузьмин, Морено и что? Это будет первая желтая карточка. Австрийец уже, да, ее показал Олегу Кузьмину. Ну, вот с моей позиции, опять же, здесь все недалеко. Очень близко этот эпизод был. Мне показалось, что все-таки, да, задел Олег Кузьмин здесь Морено. Ну и, наверное, горизонное решение арбитра. Да, пожалуй. Стандарт. Стенка из двух человек. Рыжиков, судя по разбегу Кутиньо, мяч будет закручиваться в сторону ворот. Там и Шкартел, там и Джан. Высокий, но у Рубина есть Кверквели. Он держит Шкартела. Насколько это можно понять? Интересно, сейчас будет борьба в травной площади Рубина. Подача. Ой-ой-ой. Ничего себе. Мы анонсировали там игру головой высоких, но в итоге где-то на уровне пояса Лолана как-то вот выкручивал мяч непонятным совершенно образом, да? Да, абсолютно. Здесь угроза может исходить с любой стороны, в том, что касается игры головой. Действительно, этому компоненту в Англии уделяют совсем другое внимание уже на уровне детско-юношеских школ. Поэтому даже низкорослые игроки представляют довольно серьезную угрозу при стандартах. Очень внимательными нужно быть. Ну, например, аргентинец Сергия Агуэро, переехав в английский чемпионат из испанского, начал забивать головой. Хотя Ростом он, конечно, не сказать, чтобы вышел. И снова пауза. Пауза, которая при этом счете, да, при этом раскладе так очень-очень правильно для расстановки сил матча смотрится. Ну, а вот сейчас Рубин, Аздоев. Хороший перевод на Кузьмина. И Кузьмин успел поаплодировать этой попытке. Хотя, пас, конечно, вышел неточным, но здесь важнее другой. Важен принцип, что Кузьмин снова оказался очень далеко. В чужой штрафной Рубин не сидит в обороне. Рубин играет активно. Пусть и не постоянно, да, но то, что надо. Как-то очень умело, мне кажется, пока выбирает Рубин эти отрезки, когда нужно включиться, поиграть в свою атаку, в свой прессинг, а потом немножко отойти назад. Вот сейчас приходится обороняться. Клайм! Ой-ой-ой, как опасно. И без того очень активен был правый защитник Ливерпуля. Но теперь, я думаю, что Клайн будет еще более активен. Все-таки, так или иначе, безусловно, чувствует он свою вину за пропущенный гол. Девич его полностью переиграл в этом эпизоде. И еще большая активность будет от этого абсолютно двужильного игрока, который весь матч, все 90 минут, безусловно, будет полировать эту правую бровку. Ну и вот Рыжиков, да, тоже там немножко, небольшую такую паузу взял. И даже стадион, вы знаете, притих. Карлос Эдуардо. Не очень хороший перевод, надо сыграть мяч, обязательно оставить его у себя. Ну вот видите, в этом пограничном эпизоде по-всякому могло сложиться, но хорошо, что в нашу пользу этот свисток. Действительно тишина на трибунах Энфилда. Такое ощущение, что вот этот гол Девича немножко вернул в реальность болельщиков Ливерпуля, вернул из того состояния, в котором пребывали перед игрой, из состояния легкой эйфории, и вот теперь такой холодный душ. Но главное удержать этот результат, хотя бы до перерыва уйти, ведя в счете, это очень важно. Благо и Кверквелли здесь не разобрались, надо возвращаться к центральному защитнику. Клайн, что-то он там стал слишком смело бежать вперед. Сюда смещается Лавана. Ой, как неспокойно на левом фланге обороны Рубина, и там и Милнер еще. Слишком много там народу в красных футболках. Но сейчас выбили в аут, и я и снова... Да еще и не просто выбили, а там от Ливерпуля мяч ушел. Вперед. Подержать, да. Ну нельзя так играть. Алло. Каутиньо. Каутиньо штрафной Кирквелли. Да, это то, что на футбольном языке называется привоз. И вроде бы ничего к этому не вело. Потому что, ну если, знаете, Ливерпуль вот так неистово давил, провоцировал бы, да, понятно было бы. Но здесь, мне кажется, что до сей поры Рубин себя все-таки спокойно ощущает. Нельзя допускать глупых ошибок, невынужденных ошибок на ровном месте. Вот сейчас была одна из таких. Кузьмин здесь классно подключался. Увидел Аздоев и пытался сразу в ход сделать ему передачу на правый фланг. Но, конечно, через центр такие передачи отправлять это очень опасно. И Клоп, когда увидел вот этот перехват, он тут же зааплодировал. Именно таких действий он ждет от своей команды. Клайн. Кто-то должен помочь, мне кажется, на Биулину там слева. Потому что Клайн слишком быстро, слишком активен. И еще ему помогают там очень здорово партнеры. Лолана и Милни. Вот здесь в зоне Кузьмина как-то поспокойнее. На противоположном правом фланге обороны Рубина. Хорошо перехватили в центре. Продолжает. Нет, не остались казаться с мячом. Но там надо выбить мяч. Наверное, в Англии все-таки это будет сделано или нет. Джан. Эмэ Джан, конечно же, отправляет мяч за линию поля. Ну и посмотри, какая реакция трибуны. Трибуны свистят, правда, довольно быстро успокоились. Это Марк Эдович на газоне. Я думаю, что сейчас все будет нормально. Поднимется он на ноги. Ну и вмешательство медицинского персонала. Рубина не понадобится. А Валерий Чалой каждую паузу использует для подсказа. На этот раз с Олегом Кузьмином. Кузьмин прямо рядом со своим главным тренером. Сейчас будет водить мяч и Чалой... Ну а как насчет врачей? Если игра остановлена, да? Нет, нет, нет. Но игра не арбитром остановлена. Девич показал, что все в порядке. Он может продолжать играть. Бентаки. Вот этот огромный нападающий. Это Старидж, да. Ну, как говорят, к следующему матчу. В чемпионате Англии оба уже будут в строю. Но сегодня пока нет. Следующая игра в воскресенье у Ливерпуля с Саутгентоном. А у Пауза держала победу на Дуфой. Так, в принципе, сложно найти какие-то позитивные моменты в игре Рубина. Но вот что значит, да, стадион, вот что значит другой турнир. Сегодня и на эмоциях. И по подготовленному плану пока... Я не знаю, сколько прошло. Полчаса игрового времени. Но не знаю, Миш, как снизу это смотрится. Но мне Рубин очень нравится. Снизу тоже Рубин смотрится здорово. Хотя, конечно, определенное игровое преимущество у Ливерпуля по этому неполному полчаса игры читается. Но, наверное, по-другому и быть не могло. В эти первые минуты действительно на эмоциях вышел Ливерпуль, так же, как и Рубин. Но от Ливерпуля большего требуют болельщики, которые сегодня заполнили до отказа стадион Энфилд. Рубин с мячом на чужой половине поля Аздоев. Назад Вирквелия. Вирквелия, ну, не нужно увлекаться, действительно. Защитник есть защитник, благо Георгиев. Ну, смотрите, это аплодисменты за то, что Каутиньо шел за мячом до конца. Кузьмин. Поболтал с кем-то там из представителей УИФА. Тоже все это пауза. Джо Аллен. Каутиньо. Предыдущего тренера Ливерпуля Брэндона Роджерса упрекали за то, что вот он как-то систему игры так и не нащупал. Но это упреки были уже после такого очень хорошего сезона, когда здесь Луис Суарес блистал. Тогда система была. Но вот после потери Луиса Суареса у Рубайского нападающего Брэндон Роджерс так и не нашел, как же выстроить без него команду. Если упрощать, конечно, эти формулировки. И вот сейчас эту системность Ливерпуль хочет обрести с Юргеном Клопом. И поэтому каждая атака, да, вот хотят какую-то мысль иную отыскать болельщики. Но вот теперь-то мы будем атаковать совсем по-другому, думают они. Но пока вы знаете, это, конечно, не процесс одного дня. Так все сразу не случится. Но вообще терпение в футболе это одно из самых, может быть, главных качеств, если мы говорим о такой работе и об отношении руководителей клуба, владельцев клуба к работе тренера. Да, Тимур, я хотел сообщить, что Юрген Клоп тем временем... Давай досмотрим этот эпизод. Ни к чему он не приведет. Надеюсь, не приведет к контратаке Ливерпуля. Юрген Клоп тем временем отправил своих разминаться. Дал отмашку запасным. Там я увидел, что Айк пошел. Там пошел Фермино, кто-то еще. Не думаю, что... Конечно, уверен, что это не значит, что в ближайшее время будет проведена замена. И в перерыве вряд ли. Но, тем не менее, уже выбрал тех, кому нужно пойти на разминку Юрген Клоп. Видит какие-то слабые места. Каутиньо. Каутиньо отличная точка для удара. Он бьет. Рыжиков. Так, Кузьмин. Ошибка. Милнер. Милнер настоящий английский работяга. Клайн. Милнер с капитанской еще и повязкой. Передача на Лолану. Лолана. Встречать, встречать жестче. Удар простенький получается для Сергея Рыжикова. Но, вы знаете, количество ударов, конечно, велико. Но все они вокруг да около. Но дают бить. Дают бить, но... Ливерпуль сложно в этом смысле сдержать. Но чтобы пробились, знаете, таких, что называется, стопудовых позиций, да? Такого Рубин не позвали. Но позиции для удара все-таки у Ливерпуля есть. По крайней мере, так это смотрится снизу. Правда, удар не получается пока. Вот, по крайней мере, последние два удара. Это все разминка для Сергея Рыжикова. Застояться ему не удается. Но серьезной работы пока у него нет. Другой вопрос, что вот эти удары, это опасный звоночек. Для Рубина нужно исключать подобные ударные позиции для Ливерпуля. Потому что есть кому пробить. Это и Лолана, и Каутиньо, и другие игроки. Надо успокаивать Ливерпуль вот такими моментами, да? Когда Рубин идет атаковать. Идет атаковать позиционно, смело. Караденис включился. Продолжает он оставаться с мячом. Кузьмин справа бросит мяч. Отличный пас. Удар! Миньоле! Вратарь есть и у Ливерпуля. Бельгиец Симон Миньоле вытаскивает этот мяч из девятки. Тимур, согласись, у Ливерпуля таких ударов не было. Супер удар Благое Георгиева. И здесь, вот прямо рядом со мной, Валерий Чалу, он буквально подскочил на месте. Я думаю, что многие на Декоп уже увидели мяч в сетке, но нет. Миньоле. Да, действительно, на таких неожиданных точках возникают игроки, атакующий Рубина, мне кажется, не совсем готов к этому Ливерпуль. Подача с углового. Подбор нужен нельзя дать после стандарта своего организовать Ливерпуля атаку. Это, может быть, очень опасно. Но не дали. Теперь бросить аут. Ах, мяч ускочил за лицевую линию. Ну что? Юрген Клоп, у вашей команды не было таких моментов. И надо обсудить это. Первый раз присел, да? Да, Валерий Чалу при этом остается на ногах абсолютно в той позиции, Ну, вот и Клоп, да, продержался на скамейке совсем недолго. Просто нужно было что-то обсудить. Возможно, уже варианты замен. Потому что я вижу, что очень активно разминается, по-моему, у Фермино как раз-таки. Возможно, сейчас возможный вариант замены. Клоп обсудил, и все. И обратно на исходную. Фермино загадочный игрок, пришедший из немецкой Бундеслиги. Я думаю, что Юрген Клоп хорошо осведомлен на его способностях. Огромные деньги. Ливерпуль за него заплатил, но мы его не видим в деле, Фермино. Фолл. И желтая карточка теперь уже пришла Мартину Шкартелу. Ну и там Дэвидж, да, на газоне? Да, в который раз Дэвиджу досталось. И посмотри, как отмассировал голеностоп балканскому нападающему Мартин Шкартел. Ну и скажешь, что у балканского нападающего украинский паспорт. Ну, тем не менее, балканского происхождения Дэвиджу это не отменяет. И это правда. 35-я минута у нас на Энфилде. Это Ливерпуль и это Лига Европы. Рубин гостит в Англии, пока ведет в счете. Сенсационно ведет, потому что, ну, это Ливерпуль. С асьеном уже домашнюю игру Лиги Европы провел Ливерпуль. И под руководством еще тогда Брэндона Роджерса сыграл 1-1. Ну, а потом, сыграв ничью в чемпионате Англии, Ливерпуль распрощался со своим предыдущим тренером. Так это было. Кстати, с момента жеребьевки групповой стадии Лиги Европы и Ливерпуль, и Рубин с мини-витриней. Хотя у нас только начало сезона. И надпи, Лединов начинал сезон во голове Рубина. А это может быть очень опасно. Эмраджан прокидывает мимо Кузьмина. И что там? Ой-ой-ой, это может быть желтая. Да, ай-яй-яй. Желтая карточка Олега Кузьмина. Ну, не знаю, не знаю. Ишь, тебе было виднее, ты там в нескольких метрах. Ты знаешь, это выглядело как желтая карточка. И неужели забыл опытнейший защитник о том, что уже есть у него предупреждение. Мне кажется, инстинктивно он здесь снес Эмраджана, который, безусловно, уходил от Кузьмина. Но не стоило это, конечно, того, чтобы получать вторую желтую карточку. Просто забыл, наверное, Олег Кузьмин. Ну, а так... Ну, а что, пропускать было? Да, пропускать, потому что желтая карточка уже есть. И такой эпизод не стоит того, чтобы остаться в меньшинстве больше, чем на тайм. Ну, да, Эмраджан здесь перехитрил Олега Кузьмина. И Олег Кузьмин уходит в этот узкий коридор Энселда. Нельзя оставаться... Нельзя здесь в чаше оставаться. Это Каутиньо. Подача! Что там? Это же офсайт. Нет, гол защита. Знаете, как в хоккее, они тут же реализовали большинство. Если бы было как в хоккее, Кузьмин бы вернулся сейчас на поле. В этом и хоккее счет становится 1-1. Эмраджан, один из самых активных игроков Ливерпуля, сегодня забивает ответный мяч. И давайте смотреть, как это получилось. Действительно, нет никакого офсайда. Джан, казалось, не сразу среагировал на этот отскок. Метнулся к мячу Рыжиков. Но первым на мяче был турецкий нападающий... Турецкий полузащитник с немецким паспортом. И отскок, как обидно, от головы Благоя Георгиева. Ну и вот реакция Юргена Клопа на первый гол его команды под его руководством, собственно. И на Энфилде, и в принципе. Да, вообще радость Клопа это особый жанр. Эти прыжки его знаменитые. Он очень темпераментный товарищ, конечно. Но ты знаешь, Эмраджан выдал просто минуту самого себя. Убрал с поля Кузьмина и забил мяч. Ну вот Эмраджан, который, кстати, под руководством Клопа переведен ближе к атаке. Имеет возможность эти спорты совершать. При Брэндоне Роджерсе Эмраджан играл в обороне. Большинство матчей. И как оживили сразу и Чалл и Клоп в последние минуты проводили. В общем-то без республики, без активного подсказа. Здесь подсказ сразу пошел и от того, и от другого. Ну, Чалл его можно понять. Наверное, даже больше, чем Клопа. У него команда осталась в меньшинстве. Нужны какие-то перестроения. Канунников пока опустился на позицию Кузьмина, который отправлен в раздевалку. Ну и Клоп, конечно, будет активен в ближайшие минуты. Итак, давай посмотрим, действительно, как перестроится Рубин. Да, Канунников действительно справа в обороне. Морено. Он будет здесь еще шустрее. Подача на дальнюю штангу. Мяч улетает за пределы штрафной. Ну что, а там о заменах не думает Рубин? Не будет отпускать защитника? Я думаю, что будет другой вопрос. Наверное, что это произойдет уже только после перерыва. Наверное, да? Ну и здесь, конечно, просится кандидатура Кутунью, который сможет сыграть на фланге обороны. Я думаю, что он выйдет после перерыва на поле. Ну и, наверное, нужно отметить, что еще из игроков обороны в запасе находится Маурис Лемас. Но это уже игрок центра поля, центра обороны. Ну, интересно, кем из атакующих игроков пожертвует Валерий Чалый. А ты знаешь, Канунников ведь очень такой работящий игрок. А что, если оставить его на фланге обороны? Ну вот отдав ему эту бровку. Ну я так, конечно, такой смелый слишком совет даю. Но мне кажется, что это вполне себе реальный вариант. Я думаю, что все-таки этого не произойдет. Тем более, вот мне очень трудно увидеть, кто. Но человек, очень похожий на Кутунью, сейчас и разминается. Один в разминочной зоне в окружении трех футболистов Ливерпуля. Я думаю, что, конечно, Канунников до конца игры не будет действовать на этой позиции. Так, давай смотреть, что происходит сейчас там, где мяч. Карденис. Пока такое ощущение, что в равных составах подача. В направлении Дэвича летел мяч. Ай-яй-яй, Лалана. Перед ним есть свободное пространство. Его партнеры разбегаются. Такой веер Алиджи справа. Далековато до ворот. И уже немножко притормозила эта атака. Джо Аллен. Коутиньо. Морено. Здесь его встречает Канунников. Подача. Не дадут пробить и вынос. Дэвич. Здорово прокидывал, но успел вернуться Морено. Коутиньо. Конечно, почувствовали некоторую свободу ливерпульцы. У соперника больше сил уходит на оборону Эврэджан. И пас на благо Георгиева оказался. Канунников. А что там было? Желтая карточка от австрийского арбитра Джо Алино. Центрального полузащитника у Ливерпуля. Но в отличие от Олега Кузьмина, не было у Джо Алино до этого предупреждения. Здесь железоблетонная желтая карточка. Ну и в первый раз за сегодняшнюю встречу врачи появляются на поле. Это медперсонал Казанского Рубина. Пока не поднимается благо Георгиев. Если и его вдруг потеряет Рубин, это будет еще одна серьезнейшая потеря. Ну я очень надеюсь, что болгарский полузащитник скоро поднимется на ноги. Ну а стадион оживился. Стадион, безусловно, совсем по-другому. Теперь себя чувствует. Мало того, что счет сравняли, так еще и в большинстве. Ну и вы видите, Дэвид сейчас получает подсказ от Валерия Чалова. И тут же Юрген Клоп ведет диалог с Каутинью. Действия которого, судя по предыдущим минутам, не устраивали в первом тайме Юргена Клопа. И вообще, конечно, поведение Клопа в корне изменилось. Такого, ну, наверное, да, Наполеона Бонапарта в последние минуты напоминал Юрген Клоп. Действительно поймал эмоцию после вот этого забитого мяча. Постоянно жестикулировал. И куда более раскрепощенным, конечно, теперь выглядит немецкий наставник Ливерпуля. Верквелия забрасывает мяч на... Там фолл в атаке получился. Дэвид нарушил правила. Ну а с Георгиевым все в порядке. Привели его в чувство и сейчас получил команду от арбитра разрешение вернуться на поле. Да уж, в девятером совсем тяжело было бы. Морено просит мяч слева. Понятно, что этот фланг оголился. И сюда еще чаще будут играть. Хотя и так использовали Морено. Теперь приходится помогать своим в обороне гораздо больше Карлосу Эдуардо. Он теперь сместился на правый фланг, где действовал в атаке до этого канунников. Теперь канунников правый защитник. Карлос Эдуардо смещается ему постоянно помогать. Милнах. Направо к лайн. Джо Алиан. Штрафную передачу Ориджи. Не дали ему разберутся Каутиньо. О! Казалось, что летит ворота, да? Нельзя давать бить, особенно этому парню. Если вы посмотрите подборки лучших голов последних сезонов английской премьер-лиги, то там вот таких мячей, которые Каутиньо забивал из 35 и даже с большей дистанцией, с 35 метров, их очень много. Поэтому дальний удар, пространство для этого парня, это все очень опасно. Нужно блокировать все эти удары на подступах. А вы знаете, те футболисты, которые не попали сегодня в заявку Ливерпуля, они прямо у меня сидят, я только что это обнаружил. В частности, молодой Жордан Росите. О нем особый будет разговор, потому что он оказался чуть ли не главным ньюсмейкером вместе с Юргеном Клопом перед этим матчем. 19-летний англичанин. Но отложим этот рассказ интригующий и интересный на второй тайм. На 44 минуты тайма первого, пока 1-1 в матче Ливерпуль-Рубин на Энфилде. В меньшинстве казанская команда, но она вела в счете. Шкартел. Да, сейчас такое немножко хоккейное тоже ситуация. Обступили со всех сторон. Штрафную раскатывают мяч. Джо Аллен. Джо, у него тоже отличный дальний удар, но слишком много народу там, чтобы пробить. А это Клайн, а это мельчит Ливерпуль. И это выход Карадениза. Ну что, точный пас вперед. И Тевич готов к рывку. Не смог турецкий полузащитник отдать. Как-то ни то, ни сё, ни два, ни полтора получилось. Вышло, что в колостую сбегали казанцы в эту атаку. Надо возвращаться. Клайн, Милнар, Лавана, Клайн, Милнар продолжают там грузить на Биулина. Шкартел. Джо, минута добавлена к первому тайму. Коутиньо. А Риджи. А Риджи сегодня всё больше спиной к воротам. Да, и от ворот наоборот уходит. Но это для нас хорошо. Спокойно. На месте Сергей Рыжиков. Немножко, конечно, не хватает стройности здесь при строении по обороне правого фланга Рубина. Здесь, понятно, новые непривычные функции. И для Канунникова, и для Эдуарда, который активно помогает Канунникову. И, конечно, очень активный подсказ Валерия Чалова. В первую очередь, Карлосу Эдуарду. Эдик, Эдик, правая нога, левая нога. Постоянно подсказывает рабочую ногу оппонента. Постоянно подсказывает, какую позицию должен занимать Карлосу Эдуарду. Глазково называю его Эдик Валерий Чал. И вот опять сейчас Эдуарда будет в отборе. Амиш, ты знаешь, на стадионе Центральный, где собирается не так много народу, наверное, эти подсказки слышны. Но не на Энфилде. Слышны мне, может быть, слышны и футболистам Рубина. И сейчас подача опасна. И Джан опять. И Каутиньо Морено! Здорово Канудников бросается. По хоккейному бросается Максим Канудников. 1-1. Мы в меньшинстве, но... Рубин держится. И Рубин хорош. При равных составах был очень хорош. А сейчас просто хорош. Продолжает там Девич и Сахо что-то выяснять. Ну что ж, мы с вами интереснейший матч наблюдаем на Энфилде. Дебют Клопа и Рубин на Энфилде. Вот что нам интересно. Так что никуда не уходите. А если вы уйдете, то непременно возвращайтесь через 15 минут к экранам своих телевизоров. Продолжение следует... Прославленный тренер Ливерпуля Билл Шентли говорил, что у нас в Ливерпуле есть две команды. Ливерпуль и дубль Ливерпуля. Таким образом, Шенкель хотел поддеть принципиального соперника Ливерпуля. Клуб Эвертон, который здесь же базирует снова. И знаете, сегодня вторая команда Ливерпуля это Рубин. Рубин очень достойно смотрится на Энфилде. 1-1 после первого тайма. Но у нас есть большая потеря. Олег Кузьмин покинул поле досрочно после двух желтых карточек. Именно поэтому будут сейчас замены. На этом матче для вас работает пара комментаторов. Здесь на трибуне Тимур Журавель и Михаил Масаковский рядом со скамейками наших. И ему виднее, кого выпускают на замену. Ну это всем видно, да. Действительно, еще раз добрый вечер, друзья. Действительно, две замены сразу в перерыве. И у Ливерпуля, и у Рубина. У Рубина все понятно. Выходит крайний защитник. Это Гильермо Кутуни. Он очень активно разминался в перерыве. Он выходит на ту позицию, которая оголилась после ухода с поля Олега Кузьмина. Там действовал в конце первого тайма Максим Канунников. Но понятно, что нужен защитник. Нужно отбиваться. Таким образом меняется Марко Девича, который здорово выглядел в первом тайме. Здорово выглядел. Забил гол. Меняет его Гильермо Кутуньо. Теперь без ярко выраженного нападающего будет действовать Рубин. Ну а у Ливерпуля замена по позиции. Лукас Лейва вышел вместо Джо Аллена. Так и будет действовать в опорной зоне Лейва. И таким образом теперь мы видим ровно тот состав, который Юрген Клоп выпустил и на первую свою игру против Тоттенхэма. Миш, перехвачу инициативу и познакомлю полностью с составами наших телезрителей. Начнем теперь с гостей. Рыжиков, Воротов, Кверквелия, Камболов в центре обороны. С лево на Биулин. Кузьмин играл справа. Он удален. Георгий Фаздой в паре опорных полузащитников. Канунников Карлос Эдуардо Корденис. Это атакующие полузащитники. И Девич был в атаке. Вот вместо него выходит Кутуньо как раз на правый фланг обороны. Ну, а, наверное, стоит отметить, что теперь, по крайней мере, по первым минутам мы увидели, что выше других, по сути, на позиции нападающего будет действовать Карлос Эдуардо. И затяжную позиционную атаку сейчас начинает Ливерпуль. Ай-яй-яй. Как нужно держаться? Как тяжело будет продержаться на Энфилде Рубину, который, увы, остался в меньшинстве? Знаешь, тяжело будет еще и потому, что, ну, вот не Портнягин, да, Портнягина нет, цепляться некому за мяч. Девича нет, потому что он заменен. То есть, по сути, без того человека, который может вступиться впереди за мяч, особенно трудно обороняться. Как бы ни парадоксально это звучало, но в этом есть правда футбола. К составу Ливерпуля обратимся после стандартного положения. Ливерпуль понимает, да, что все в его руках. В том смысле, что соперник без одного человека. Подача! Нет, пробить не дадут. Второй темп. Мяч подскакивает. Рыжиков! Как Денис. Соседи, британские комментаторы, расспрашивали меня о перерыве, прям о Рубине. А вот насколько это типичный футбол, то, что показал Рубин в первом тайме. Мне показалось, что до удаления Кузьмина, это едва ли не самый, не лучший был тайм, причал. Надо понимать, что против кого мы играем, да, во что мы играем. С поправками, конечно, но очень цельно выглядел Рубин. Очень сбалансировано и с совершенно четким планом на игру, который работал. Подача. Ну, теперь немножко другой калинкор. Подбор за Джаном. Удар из-за штрафной попадает мяч защитника Камболова. Денис, нельзя подолгу проводить в обороне. Надо искать какие-то контршансы. Наваливается Ливерпуль. Лолана уже в штрафной. Бьет поворотом. Ну, бьет скорее в угловой флаг. Не дают. Не дают Ливерпульс назвать их состав. Да, Мич? Я думаю, что как раз в ожидании этих контратак расположился на острие. Сейчас Карлос Эдуардо, безусловно, скоростной игрок. Он понимает, что... И, безусловно, в первую очередь, Чалой понимает, что будут образовываться зоны возможностей для контратак, возможностей для скоростных вылазок. И в расчете на эти скоростные вылазки Карлос Эдуардо отряжен в переднюю линию. Итак, состав Ливерпуля. Миньоли в воротах Сахо и Шкартел в центре обороны. Морена слева, Клайн справа. В опорной зоне, ну, давайте уже после замены назову, это Милнер, Джан и вышедший Лука Слейва. И в атаке Лолана Каутиньо-Ариджи. 4-3-3, наверное, так можно схему Ливерпуля. А заглавить, но не будем углубляться, пока Юрген Клоп только осматривается в новой команде. Это главный тренер. Ливерпуля и арбитр Роберт Шоркенхофер. Получилось назвать. Да, арбитр из Австрии. Сейчас я смотрю, опять отправляются в разминочную зону. Ну и все это видят на своих экранах. И Фермино, и Бентеке, и вместе с ними Коло Туре. И, кстати, знаешь, перед перерывом было видно, как тепло пообщались Леева, Каутиньо и Карлос Эдуардо. Я помню, ты рассуждал о том, пересекались ли они. Я специально проверил, Карлос Эдуардо и с тем и с другим пересекался в сборной Бразилии. Даже вместе с Каутиньо Карлос Эдуардо выходил в одном матче против сборной Ирана. Мне сейчас наголу прилетел шарф Ливерпуля. Ничего себе. Забирай. Ну, как трофей исключительно. А вот я, наблюдая за твоей позицией с трибуны, вижу, как у тебя его отбирают. Да, забрали. И мяч забрали у Рубина, Миша. Давай за этим посмотрим. Милнар. Чаще мяч, конечно, был в ногах у Казанцев в первом тайме. Подача на дальнюю штангу. Вынос. Еще один заброс. Опасно, как Камболов. Шкартел, да. Линия передвинута максимально близко к воротам Рубина. Атакующая линия Ливерпуля. Ну, вот пошла группа разминающихся. И от Казанского клуба там Дидюн, там Портнягин. И там Динияр Белеледенов, для которого матч против Ливерпуля имеет особое значение. Да, два с половиной сезона Динияр жил в Ливерпуле, но играл за другую команду. Команду синих цветов Эвертон. Дерби Ливерпуля было совсем недавно. Да и вообще это матч, ну, повышенного накала. Об этом и сам Динияр говорил на пресс-конференции перед игрой вчера. Лолана. Лолана продолжает двигаться, пока как-то вот не в сторону ворот. А скорее от Сахо. Каутиньо. Ну, знаете, если накормить себя оборонительными действиями, то, конечно, с каждой минуты будет тяжелее и тяжелее. И понятно, что сейчас преимущество подавляющее у Ливерпуля. Микшинство дает о себе знать. Понадобится, наверное, еще одна замена Рубину в ближайшее время. Не такое ощущение. Каутиньо. А Риджи. Милнар. Удар по воротам. Рикошеты на угловой сваливается этот мяч. Знаете, часто англичане обращают внимание, на какие ворота атакует Ливерпуль. И сейчас он атакует на ворота, за которыми находится его знаменитая трибуна Коп. Самая громкая, самая рьяная. Там, где масса портретов Билла Шенкли и очень много упоминаний Юргена Клопа. Лейва. Ну-ка. Назад приходится сделать передачу Карлосу Эдуарду. Сейчас разжиматься надо этой пружине. Если у нее есть еще какая-то инерция, на башню оставаться с мячом. Ну же. Очень близко был Аздоев. Опорный полузащитник ринулся в это свободное пространство. Сейчас немножко, мне кажется, отвык Ливерпуль от оборонительных действий. И неприятно ему играть в обороне. Приходится. Ну, не то, чтобы приходится. Так получилось. Да, фолл в атаке. Надо бежать, бежать назад. Но побывали на черной половине поля. Дали себе передышку. Уже хорошо. Ливерпуль. Как-то не ехать. Запил Энфилд. Знаменитую свою песню Стива Джерарда. Возможно, скоро и Проклопа будут петь. Ну, а сейчас действительно очень тяжелые минуты ждут. Рубин не отдает мяч. Ливерпуль приходит из одной в другую. Позиционную атаку нужно отбиваться. Нужно держаться. Биолин. Карлос Эдуардо претенгует Ливерпуль. Но через фолл это делает. Сион и Бордо также находятся в группе B. Вместе с Ливерпулем и Рубином. Никто после двух туров там не лишился шансов. Продолжается борьба. Так что надо играть. А через две недели ответный матч будет в Казани на новом казанском стадионе. Это будет уже в начале ноября. И вы знаете, это будет тот момент, когда футбол, большой футбол переедет на новый канал Матч ТВ. Включайте. Нажимая на третью кнопку и смотрите нас. Там будет еще больше футбола. И он будет еще интереснее показать. Ну а сейчас Ливерпуль в атаке. Каутиньо. Сейчас немножко вот эти две-три минуты, да, когда не закрываясь в углу ринга отыграл Рубин. Чуть-чуть полегче стало дышаться. Но новая волна накатывается в исполнении Ливерпуля. Что там? Нарушение правил Валерия Чалла. И сейчас едва не выбежал за пределы технической зоны. Знаете, кто пошел его успокаивать? Юрген Клоп. Юрген Клоп, конечно. Знаете, это настоящий харизматик, да? Я не знаю, вы слышите, смеются болельщики Ливерпуля за моей спиной. Так что Юрген Клоп сейчас и скамейку Рубина пошел успокаивать. Ну, конечно, сумасшедший харизмный человек. Ну и не стесняется абсолютно ничего. Пошел в техническую зону другой команды. Абсолютно ничтоже сумнявшись с улыбкой. Ну, понятно, что у Валерия Чалла сейчас совсем другие эмоции. По поводу харизмы Юргена Клопа мы еще поговорим относительно английских дел. Потому что, вы знаете, когда Жозе Мауриньо прибыл в чемпионат Англии, он сразу назвал себя Special One. Я особенный. Кем вы назовете себя, спросили Юргена Клопа. Но об этом чуть позже Лолана. Держать нужно удары за штрафной. Принимает на себя защитник этот удар. И теперь нужно вынести. Морено, Каутиньо. Нет, отсюда сложно. И пока на этой траектории полета мяча уже находится игрок Рубини. Но с каждой минутой все труднее. Лолана, Риджи, Лолана. Не прошел обратный пас Карлос Эдуардо. Караденис. Караденис. Ах, сложно как, а? Был туда мяч отправить. Уж три игрока Ливерпуля перед ним находились. Это Камболов пропускает Клайна. Ой, как опасно! И что там? Клайн сам довел этот момент до такого неприятного положения. Уже с нулевого угла. Пади забей. Но, конечно, проскочил он мимо защитника образцов. А хотел, наверное, сам забить. Поэтому. Но это, кстати говоря, не он промахнулся. А вот так вот влетел туда Караденис. Который смог накрыть Клайна. Так что паузу, которую сделал защитник Ливерпуля, ею и воспользовался Караденис. Сумасшедшая старательность и самоотдача. Навес. Набиуллин выбивает мяч. Возвращается Милнорова. И снова будет прострел. Подача. Не дали пробить. Надо вынести и штрафной. Канунников. Но опять не своему. Что ж ты будешь делать? Каутиньо. Ух ты. Каутиньо же игрок Рубиной попал. Пауза наконец-то. Как раз можно закончить рассказ о Маурине. Так вот, а вы как себя назовете? Назовете как Мауиню особенную? Спросили Юргена Клопа, как только он в Англию приехал. А он сказал, нет, я себя не назову Special One. Я Normal One. Я обычный. Сказал Юрген Клоп. Ну и естественно британская пресса все это подхватила. И теперь у нас в чемпионате Англии, говорят они, есть Normal One и Special One. И они 31 октября, представляете, играют между собой. А это Ливерпуль. Сейчас здесь, 22 октября, он играет против Казанского Рубина. Терпит. Рубин. Не может перейти в свою атаку. Не может. И теперь уже Сако ринулся вперед. Водушевлен этим Энхилд. И часто такое увидит, чтобы в центральной защите впускался в сольный проход. И это удар по ногам, и будет желтая карточка. Да, Гиг Денизу тоже нужно сейчас поаккуратнее действовать. Ой-ой-ой, вот это совсем не нужно. Понятно, что эмоции, но их нужно держать в руках. Гиг Дениз забрал после ухода Кузьмина капитанскую повязку. Очень не хочется, чтобы еще один игрок сейчас на эмоциях опытнейший. Еще один игрок, у которого капитанская повязка, нахватал лишних карточек. Одну Гиг Дениз получит, и этого хватит. Понимаете, что получает карточки та команда, которая обороняется по большей части. Сейчас любой эпизод, он под горчичник, поэтому надо быть, конечно, предельно аккуратным. Рыжиков командует стенкой. Как-то там она неохотно пока собирается в какую-то конструкцию. 1-1 Ливерпуль-Рубин. У нас 58-я минута. Претендентов, конечно, масса в составе Ливерпуля, но одного исключили. Жанна отправили куда-то в стенку тоже. И Милнер, и Каутиньо. Так, что-то там уже, может быть, Дюрген Клоп придумал какую-то домашнюю заготовочку. Потому что Милнер Клайна выставляет справа, он не попадает в кадр. Но один совершенно защитник. Нет, удар идет! И чуть-чуть. Не попал Каутиньо, пока прицел у него, вы знаете, на нашу удачу сбит. Но стреляет он вот, ну, просто очень близко. Здесь трудно было обвести стенку. Не смог закрутить так, чтобы мяч попал в уголок. Каутиньо это было объективно очень трудно сделать. Но, конечно, если бы вдруг бразилец умудрился попасть, то здесь Рыжиков вряд ли что-то смог бы сделать. Вот Бентаке отправляется на скамейку. Я думаю, что он сейчас переоденется и вскоре появится на поле. Ну и там уже готовятся замены. Уже, по-моему, выставляют нужные цифры на электронном табло ассистенты Юргена Клопа. Здесь, заметьте, это делает не Арпитер, как это принято у нас, а представители клуба, здесь у каждого из клубов, и у Ливерпуля, и у Рубина, есть свое электронное табло, и вот они сейчас будут выставлять эту замену. Бентаке готовится выйти. Я думаю, что по позиции Ориджи он заменит других вариантов, наверное, здесь нет. Да, очень опасен этот парень, Кристиан Бентаке. Провел три сезона в другой английской команде. Астон Вилли там колотил достаточно мячей. А что у нас здесь? Лолана и Георгиев. Лолана никак не может совладать своими эмоциями. Сначала стычка с карденезом у него была, теперь с Георгиевом. Нужно успокоиться 20-му номеру Ливерпуля, но Георгиев действительно жестко здесь действовал. И наше счастье, что и здесь в желтой карточке не было. По крайней мере, я не увидел, что ее австрийец показал. Ну, мне кажется, Лолан сам по себе такой мягкий человек, и он в этом эпизоде мог бы, конечно, да, отреагировать злее. Но хорошо, что Лолана такой. Хотя, может, и плохо. Если бы отреагировал, Лолгу удалили. Ну, а штрафной был не опасным. Пентеки в Ливерпуле с этого сезона. Два мяча пока забил. И тоже никак он не обвыкнется, можно сказать. Все ищет Ливерпуль. Кто же станет новым Суаресом? Но Пентеки едва ли под этот экипаж подходит. Он уже почти переоделся и сейчас неожиданно вскочил с трибуны, побежал под трибунное помещение, как будто что-то забыл. Подача! Играть надо Камболову он играет. Шкартел здесь. Милнер. Не дают опять Ливерпульце передышки. Рубину. Ну же! Ну кто остановит Милнера? Каутиньо! Каутиньо! По-моему, это вратарский сейф. И не дает ни малейшей паузы. Ливерпуль удар! Это Джан. Все ближе и ближе, да? Все опаснее, опаснее. Полчаса играть. Страшно смотреть на секундомер. Побежали помощники. Валерия Чалова кого-то вызывать из резервистов. И Бентеке прибежал из-под трибунного помещения. Все. Ему осталось только натянуть футболку. И дальше в бой на поле. Это очень серьезное оружие. Не знаю, в какой он сейчас форме после травмы. Но, безусловно, это суперфорвард. И удержать его очень тяжело. Теперь Рубину будет еще тяжелее. В свою очередь Портнягин бежит к скамейке Рубина. Портнягин это наш козырь. И, безусловно, свежий нападающий сейчас очень нужен. В эти свободные зоны, которые так или иначе будут образовываться. А что забывал-то в раздевалке Бентеке? Вот это вопрос. Шоколадочку я вижу у него какую-то волшебную. Волшебную. Смотри. Там, может быть, даже мне сейчас виднее. Я думаю, нет, я это отлично вижу. Я думаю, что это энергетический батончик. Что-то в этом духе. Но вряд ли что-то еще. Хотя кто знает, что тут привез Юрген Клоп из Дортмунда. Да, давайте-ка на допинг Бентеке проверим после матча. Ну, Тимур, это неудачная шутка. Энергетические батончики не запрещены. Наверное, забыл. Как раз этот батончик в раздевалке Бентеке сейчас вместе с ним вернулся. Получает последние какие-то указания от Юргена Клопа. И почти в одно время с Игорем Портнягином на поле он появится. Ну, ты знаешь, то, что мы сейчас все три минуты проговорили о сладости, которые ест Бентеке, это хорошо, потому что на поле ничего не происходит. Пока не происходило. Сейчас уже Ливерпуль в атаке на Биуле. Отдал перед низу без паники. Ну, а это фолл. Ну что, кстати говоря, вот эта реакция Чалова именно под выход Бентеке. Он хотел, чтобы Портнягин вышел единовременно, насколько я понимаю. Да, я думаю, что это связано, потому что Чалой отправил своих людей за Портнягином ровно в тот момент, как он увидел, что Бентеке уже отправляется переодеваться. Ну и, конечно, аплодисментами Энфилд провожает Каутинью с поля. Давай послушаем. Может, Портнягин тоже поаплодирует? Ну или кого он там заменит? Ну, естественно, Карл Сой Эдуардо. Ну, здесь, конечно, тишина. Но вот эту паузу все используют, да, чтобы пообщаться. Юрген Клопп кому-то что-то сказал. Чалой еще раз что-то Портнягину напомнил. Такая суета сейчас там, миша, около тебя. Ну да, действительно, сразу два футболиста выходили на замену. И сразу Портнягин вступает в игру и переигрывает в этом эпизоде. Мартнин Шкурпела, но, правда, нет, мяч у Рубина остается. Карл Денис сейчас будет вводить его в игру. Карл Денис, да, здесь Набиуллин. Там Портнягин, свежий Портнягин. Против него Клайм. И Милнер пришел на помощь. В пределах правил отобрали мяч. Лолана. Бентаке. Прессинговать Лейва. Ориджи. Я извиняюсь, а вместо кого у нас вышел Пентаке? Мы предполагали, что он Ориджи заменит. Ну как же, он заменил Филиппа Каутиньеву. Каутиньев, конечно, слушали, как ему аплодировали. Вот видишь, голова кругом идет. Удар за штрафной. Это Пентаке и был как раз. Игорь Портнягин. Подача Бентаке в штрафной. Не дать бить все правильно. Героический подкат. И очень такой на Тоненького, потому что можно и пенальти привести. Кверквелия это делал. Лейва. Джан. Джан. Постан. Никого нет. И хорошо, что никого нет. Лолана. Лолана. Подача Бентаке. Вот этот гравновал, она, конечно, для Бентаке очень выгодна. И для Ливерпуля с Бентаке, да? Потому что, ну, такая громадина. Сумасшедшее давление теперь будет на штрафную Рубина. Там два больших. Посмотри, они оба располагались сейчас во время этой атаки на передней линии. Никуда не сместился из этой зоны Ориджи. По крайней мере, по тому эпизоду. И, конечно, центральным, в первую очередь, защитникам Рубина сейчас будет архи сложно. Но нужно держаться. Ничего, кроме этого, не скажешь. Да. Ну, знаешь, да. Их двух больших у нас один только. Кверквелия. Камболов все-таки. Хотя он борется, конечно, молодцом. Просто как зверь. Ай-яй-яй. Караденис, Караденис. Здорово! Караденис с мячом продолжает оставаться. Не попал он в темп. С этой передачей Портнягин. Может быть, еще не согрелся Игорь. Но хорош был в борьбе. И это, между прочим, мяч ушедший. Мне показалось, что от Ливерпуля. Нет? Нет-нет. Здесь от игрока Рубина мяч ушел. Очень эмоциональный матч. 1-1 по-прежнему. И, видимо, нет голов во втором тайме. Но, честно говоря, во втором тайме они назревали только ворота Рубина. Лукас Лейва. Направо. Клайн. Набиулин. Пас на Лолану. Там Георгиев выдвигается. Пас на Лолану. По своим. Не надо. Не надо. Лучше в другую сторону. Аздоев выдохнул. Оп. Там и Георгиев, кстати, в голе Джана поучаствовал. Да? Да. Это от него был отскок. Как раз в сторону турецкого полузащитника с немецким паспортом. Но от здесь, я думаю, что вряд ли Аздоев там могло быть очень опасно. Рыжку быстрее реагировать на эту срезку было крайне трудно. Угловой. И напомню, два больших нападающих. Вот один из них. Подача на ближнюю здесь Аздоев хорош. Клайн. Милнер. Вынести. Канунников там. Развел руками Аздоев. А почему не мне? Ну тут хоть куда-нибудь. Уж да, наверное, не до комбинации сейчас Рубину. Подача опасна! Это был Бентеки. И он с рикошетом от нашего футболиста отправляет мяч на лицевую линию. И угловой. Ну, конечно, не представляю, каково сейчас игрокам Рубина. Просто очень себя не хочется на их месте ощущать. И посмотрите, вот чего не должно быть. Низкорослый Эльмир Набиуллин оказывается против гигантского Бентеки. Вот этого допускать ни в коем случае нельзя. Милнер будет подавать. С левого фланга разыгрывает этот мяч. Лево! Низо! Это Морено. Юргенков уже за пределами технической зоны. И штурм длиной в один тайм, это Миша чересчур все-таки, согласись. И очередной корнер угловой у ворот Рубина. Что там, арбитр? Нужно навести порядок. И теперь подача. Вот теперь навес у Лаланы получился, но здорово. Кверфели играет, и против него Фаля. Рыжиков не выключился из игры. Достал какой мяч в нижнем углу после свистка уже. Свистят Кверфели, но я не понимаю, какие могут быть здесь претензии грузинскому защитнику. Посмотрите головой, он столкнулся здесь с Милнером. Очень неприятный эпизод Икаков Рыжиков. Действительно, не выключился из эпизода. И пусть после свистка, но тем не менее, какой сейв сделал. Не с Милнером, со Шкыртелом столкнулся здесь Кверфели. Безусловно, больно, неприятно нашему защитнику. Тем не менее, он уже на ногах. И сейчас Рыжиков будет вводить мяч в игру. Хотя так не хочется, да, Тимур? Ну да, лучше бы подольше эта пауза продолжалась. Но сейв Сергея мне сейчас очень понравился. Неважно, что уже игра была остановлена. Но он-то каков, а? Хотел сказать подача. В общем, как подача. Этот мяч летит на половину поля Ливерпуля. И нервничает Клоп сейчас, потому что ему эта пауза. Это момент остановки игры, да. И штрафной в пользу Рубина. Это, конечно... Знаешь, как это катится назад в компьютерной игре. На несколько этапов назад. Это как рэгбийный стиль, да. Мы обсуждаем, что сейчас чемпионат мира по рэгби здесь проходит. Ну вот, как в рэгби. По шажочку продвигаются вперед футболисты Рубина. Портнягин на мяч. Ну, нужно пообдуманнее, конечно же. Добрались в кой-то веке, да. До штрафной, чужой. Был шанс нанести удар. Там фол где-то нарисовался. Шктел. Клайн. Милнер здесь. Все правильно, Набиуллин. Выдернулся сюда. Милнер играет назад. Пентаке. Милнер. Еще одна замена. Освежает и освежает атаку. Юрген Клопп Фермина сейчас пойдет в бой. Его отлично знает по игре за Байер. Юрген Клопп. Ну и это, конечно, еще один козырь в рукаве у немца. А это наш козырь. Портнягин прострелить не сумел. Но смотри. Аздоев добежал. Канунников добежал. Городенис добежал. Три игрока Рубина, помимо самого Портнягина, были в чужой штрафной и были готовы откликнуться на этот прострел. Мага отскочи. Кричит Валерий Чалый. Безусловно, нужно страховать своих партнеров. Ну а впереди, конечно, малыми силами сейчас атакует Рубин. Камполов здорово. Здесь, правда, мяч пройдет мимо всех наших. Торопится Миньоле. Миньоле. Сахо. Джан. Клайн. Подача. Борьба. И борьба. Выигрывает Рубин. Аздоев. Аздоев. Продолжает оставаться на ногах. Джан с ним, конечно, беспощаден. И судья опять дает потолкаться. Ну, ребят, это школа. Это школа. Надо уметь это делать тоже. Наращивает темп Ливерпуль. Но это подарок. Фермино за 41 миллион евро переходил в Ливерпуре с Кофенхайма немецкого. Загадочный транс. Загадочный. Ну, и сейчас Ориджи он заменит недолго. В двух больших играли. Сейчас Фермино снимает крестик. Цепочки быть не должно на поле. Ну, и совсем скоро бразилицы появятся на поле. Заменит Ориджи он. Сейчас по-немецки они могут пообщаться. Тренер и футболист в Кофенхайме. Сколько там? Пять сезонов, да, провел? Даже шесть. Фермино. Опасный момент. Комполов. Караденис. Аздоев. Они наседают. Они наседают их больше на одного человека. Но иногда кажется, что на трех. Сахо. Шкартел. Лалана. Милнер. Милнер. Он на всех позициях. Седьмой номер. И капитан Ливерпуле сегодня поиграл. Лево. Клайн. Караденис выдвигается подача. Ой, как опасно. Хорошо, что Беттеки еще не в форме. Но он там один был. Просто неважно подстроился под мяч. Сейчас будет проще. Вот сейчас уйдет с поля Ориджи. И чуть проще будет разбираться, да, с центральными нападающими, с центральным защитником. Потому что пока их было двое, мы раз за разом видели, что не могут разобраться друг с другом. Камболов и Квирквелли и упускают одного из двоих. Вот теперь большой снова один. Теперь снова нашим центральным защитникам будет проще. Здорово, Портнягин. Перепрыгнул Сахова. Ну, там, конечно, под эту скидку было очень умудрено успеть. Клайн. Лево. Остается сколько играть. Очень много времени. Больше 15 минут. Держится Рубин. И что-то пытается придумать. В ответ Аздоев в простой ситуации потерял мяч. Фермино катит. Хорош. Это Набиуллин. Камболов вперед. Надо все-таки поадреснее как-то эти передачи делать. Хотя бы немножко там что-то зацепить впереди. Подача на Бентаге. Выбивает мяч. Камболов. И он в поле. Набиуллин. Бороться, бороться, бороться. Не получилось. Шкуртел Лейва. Но в смысле борьбы, кстати, в целом, наверное, Рубин не может себя упрекнуть. И мы его не можем. Это Фермино. Выбивает Кара-Денис. Сахо. Лейва. Я устал называть фамилии игроков Ливерпуля. Они очень много с мячом играют. Лалан. Клайн. Подача. И снова Аздоев. Джан. Ой, хорош, Джан. Ой, хорош у него удар. Блестящий сейф. Очень неприятный удар. Давайте посмотрим. Сейчас на повторе будет видно. Посмотрите. Джан принимает этот мяч. И дальше, по-моему, скользнул по Бентаге. Мяч, даже если не скользнул, все равно мог дезориентировать этот эпизод Рыжикова. Но Рыжиков здорово действует. Да и весь Рубин здорово действует. Обороняется. Настолько компактно. Настолько слаженно. Насколько это можно делать на Энфилде в меньшинстве. Я не знаю. У меня тут стол деревянный. Я могу постучать. А у тебя там, боюсь, пластиковые сидения. Ну, давай-ка ты поаккуратнее. Кстати, как раз можно отметить, что значительная часть сидений на Энфилде по-прежнему деревянная. Как и несколько десятков лет назад. Но у меня действительно пластик. Но Энфилд переживает сейчас даже не во время этого матча. Эту новую жизнь опасна может быть. А вообще Энфилд строит себе новую трибуну. Достраивает старую. Так, наверное, точнее. Да, да. Просто увеличивает старую трибуну. Так что совсем скоро к началу следующего сезона это будет почти, ну, с одной стороны, новый стадион. На 9 тысяч больше он будет вмещать. Сейчас 44. Вот считайте, сколько будет. И все равно будут все билеты проданы на все матчи. Еще одна замена у Рубина будет. Но пока Ливерпуль в атаке. Подача. Подача. Ой, как опасно. Но у Рыжикова длинные руки. Да, и Диньяр Белелединов, повесив нос, идет обратно на скамейку запасных. Он сегодня здесь на Энфилде против Ливерпуля, увы, не сыграет. А как ему хотелось. Ну и последняя, третья замена. Это Дидюн. Он появится на поле сейчас. Освежает опять же группу атаки. Валерий Чалый. Это очень важно. Иметь свежего игрока, который может убежать в контратаку. Вот сейчас такой появится. Это Дидюн. Да, дождаться по остановке игры. Здорово играет. Благо. Ну а Дидюн заменит Карадениза, который сумасшедший объем работы проделал. И в атаке, и в обороне. Преимущественно во втором тайме. Но сейчас очень важен свежий игрок с точки зрения обороны тоже. Это, кстати, мяч уйдет от Ливерпуля. Если уйдет, пока не ушел. Термино. Термино. Катит, катит низом. Ой, как опасно. Нужно кому-то прыгнуть. И этот кто-то Рыжиков Сергей. Да, Дидюн. Вот, ну, игра-то пока идет. Прыгает штрафной опасно Тибур. Да. Сейчас все опасно. Ниже. Да, оголенный нерв в штрафной площади Рубина. Сейчас в эту, в этом месиво, я бы сказал, выйдет Владимир Дидюн. Его силы, которых у него много. Он только выходит на поле. Безусловно, понадобится Рубину. Ой, как понадобится. Самые сложные минуты сейчас будут для Казанского клуба. Знаешь, второй матч в Лиге Европы. И второй раз удаление. Но, правда, Кисляк против Бордо покинул поле гораздо позже, да, чем это сделал сегодня Олег Кузьмин. Так что, что не матч, то испытание. Поражение в Сионе. Ничья с Бордой. И сейчас матч, в котором требуются героические усилия на Энфилде. И потом останется половина турнирной дистанции. Ой, что сейчас творится с Юргеном Клопом. Вы бы видели. Он гонит. Он готов сам присоединиться к этой атаке. Передача направо. Милнар. Клайн, крайний защитник, уже пошел в штрафную. Здесь Фермино. Прострел. Рыжиков. Дидюн продолжает стоять, там ждать паузу. Но нет, игра не останавливается. И это, конечно, очень плохо для Рубина. Нужна остановка Аллеева. Бразилец скорости, конечно, не его конек. Он делает пас на Бентаке. Джан на подхвате. Автор забитого мяча сегодня Бентаке. И там никого. Вот сейчас можно взять хоть какую-то паузу Рыжикову. Он подержит мяч внизу, потом возьмет в руки. Немножечко даст передохнуть своей команде. Дидюн по-прежнему, конечно, появиться не может. Но вот эта небольшая пауза, которую выдерживает Рыжиков, она очень важна. Ты говоришь, что творится с Клопом. А я просто боюсь представить, что творится в душе сейчас у Валерия Чалова. Он стоит рядом со мной. Конечно, он совсем не так активен, как Юрген Клоп. Но, безусловно, нервы сумасшедшие для него сейчас. Каратенис потерял мяч. Лолана. Встретили, встретили. Не дали скоростную атаку Ливерпулю развить. Но все равно Ливерпуль идет вперед. Лолана. По центру. Там Бентаке. Удар. Штанга. И надбивание Фермино. Сдержать его нужно всем, всем, всем скопом. Энфилд сейчас работает на Ливерпуль. И его ворота, и несмотря на то, что Клоп, ты сказал, за спиной у Сергея Рыжикова. Обычно это давит. Но сейчас, каким-то неведомым образом, эта магическая для Ливерпуля сторона помогла нашей команде. И, конечно, здесь есть, наверное, общее, да, с Вестфаленштадионом, на котором до этого тренировал команду Юрген Клоп в стадионе Баруси. И такая же ответственная стена, так и называют там трибуну, стена на одной стороне Вестфаленштадиона. Ну, и здесь... Миша, 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 стена стеной. Но давай посмотрим. Дидюн высокий выходит на этот стандарт. Именно перед угловым решает эту замену сделать Трубин. Кардонис покидает поле. И Дидюн, кстати, оказывается с капитанской повязкой. Итак, смотрим. Подача высоченная. И она перелетает всех Шкартел. Скидка бросится под мяч. Ой. Как же сегодня играет Сергей Рыжиков. Вот до удаления казалось, что лучший игрок в составе Рубина это... Это именно Кузьмин, Олег Кузьмин. Но сейчас, мне кажется, что Сергей Рыжиков просто блестящий футбол показывает. Я думаю, что высочайших оценок он заслужит. Как бы не завершилась эта игра. Джан. Лейва. Ну, кураж для вратаря. Это очень важная штука. Как бы сохранить его. Лолана. Лолана. Пас снизу в Термино. Там попал мяч нашего игрока. Поэтому будет угловой. Я боюсь заглядывать в статистику. Сколько уже этих угловых нам подавал Ливерпуль. Помните, Спартак против Арсенала играет. По-моему, 21. Угловой позволил подать лондонцам. Ну, вот что-то около этого, мне кажется, сейчас у Ливерпуля Джан. Джан будет бить. И выше ворот там рикошет. Да. Против Барселоны тоже было тяжело на ноу-камп. Да, но тогда... И победить смогли казанцы. Сейчас 1-1. Последняя 10-минутка матча Лиги Европы. Ливерпуль-Рубин. Угловой. Лолана. Или Морено. Или кто. Неважно. Подача. Рыжиков. Но будет подбор за Милнером. Леева. Продолжается атака. Еще один наброс. Выбивается мяч. Это канунников. Леева. Лолана. Это Сахо. Ну, он-то. Ну, он-то. Ну, от него-то не должны угрозы. В таком-то моменте исходить. Но низом играет. Фермиру. Здорово развернулся. Прострел. Рыжиков. Но пополам с кем-то из своих спасает команду. То, что не смог сейчас забрать Рыжиков, сделал Камболов. Камболов подстраховал Кипера. Но теперь еще одна опаснейшая ситуация. Мяч возвращается к воротам Рубина. И угадайте, что у нас. Колоссальное давление выдерживает Рубин в эти минуты. Но эти минуты продолжаются. Я уж не знаю, сколько, да? Собственно, 40 минут они и продолжаются. Подача. Высокая, далекая подача. Скидка. Мяч в руку попадает или нет? Удар выше. Ну, хорошо, что снова у нас есть возможность. Последний раз она была уже очень давно. Хоть как-то перевести дух. Ну и, знаете, настолько напряжена эта публика, что уже прошел момент, когда они еще раз исполняют You Will Now Walk Alone. Или они запели все-таки? Нет, это не You Will Now Walk Alone. Но действительно поймал эмоцию. Энфилд, действительно, они гонят своих вперед. Они пытаются помочь своей команде все-таки забить еще один угловой, по-моему. Как же тяжело казанскому Рубину. Юрген Клопп и его команда сейчас в атаке. Решили не торопиться, а расставиться получше. На вес штрафную. Верквелий вынос. И выгоняет всех сейчас в благо, да? Давайте, вышли, вышли. Мяч возвращается туда, где есть наша голова. Снова вынос. Фермино. Тяжело. Еще тяжелее. Мимо ворот. Юрген Клопп аплодирует. Сейчас он пытается подбодрить команду. Какой-то еще импульс отыскать. Я не знаю. Мне кажется, что... У Квирквелий сводит ноги. Конечно, трибуны Энфилда видят в этом злой замысел. Видят, что Квирквелия тянет время. Я не уверен. Потому что, конечно, объем работы выполняют футболисты Рубина сумасшедший. Квирквелия может быть в меньшей степени. Все-таки позиция центрального защитника не предполагает таких серьезных энергозатрат. И тем не менее, допускаю, что, конечно, и у него уже могут быть мышечные проблемы. Вот эти три десятка смелых болельщики Рубина, которые приехали сюда на Энфилд из Казани. Ну и, конечно, им сейчас тоже очень нелегко. Так же, как и футболистам казанским. Да, ты знаешь, там показали болельщикам, просто сомкнули зубы они. А представляешь, как сомкнули зубы футболисты на поле? Да и мы тоже. Да мы с тобой сомкнули. Но нам нельзя смыкать, Миша. Нам надо говорить что-то. Мы сняли кулаки. Портняги! А у нас с угловой. И вы удивитесь, угловой не у тех ворот, у которых... Как раз у тех, у которых надо. И сейчас это очень важно даже не с точки зрения атакующих амбиций, а с точки зрения паузы. Ты знаешь, это с одной стороны, с другой очень опасно на своем стандарте что-то поймать в ответ. Очень надо аккуратно сейчас сыграть Рубину и чем-то совершить этот стандарт, хотя бы ударом. Каким-то этот удар был, но он очень мимо. А знаешь, а тут такой обман зрения с трибуны. Казалось, что вот мяч куда-то там летит в створ. Смотрим еще раз. Подача! Да, конечно, вот здесь уже видно, что далеко-далеко. Но, тем не менее, по крайней мере, не получили контратак. Благо. Насел на Фермино Лейва. Лалава не добежал. Борьба. Джан Лейва. И здорово-здорово вышел сейчас Набиуллин. Маленький Набиуллин выскочил, как будто из кармана Бентеке. И отобрал у него мяч. Хотел рассказать вам про Росситера, вот который рядом со мной сидит, полузащитник молодой Ливерпуля. Но разве до него сейчас? Расскажем в другой раз. Нет, это фол. Это фол остается играть 3 минуты основного, плюс компенсированная пауза были, замены были. Конечно, австрийская бригада щедро, я думаю, добавит сегодня 42 951 зритель сегодня на трибунах Энфилд Роуд. Вот такую бумажку здесь разносит каждому комментатору с указанием посещаемости. Ой, опасно! Ой-ой-ой! Я уж не знаю, как еще можно на все это отреагировать, когда по счету уже 25-й навес штрафную, и там Бентек еще и появился. Так вот, насчет бумажки. 44, я вам сказал, вмещает Энфилд, но вы понимаете, что есть еще зоны отчуждения, в том числе и там, где сектор гостевых болельщиков. Так что, все билеты проданы, и билет было невозможно достать, но есть объективные обстоятельства, которые как будто бы делают этот матч не аншлаговым. Джан! Ланана! Джан! Лива! Тоже тяжело что-то придумать, да, Ливерпулю? Не знаю, что делать с мячом. Англичане. Клайн. Клайн будет бить, наверное, нет. Пасует Джану! Разыгрывают там стенку. Мельчат ливерпульцы, но это только на руку Рубину отобронялась казанская команда. Но новая серия этого бесконечного сериала снова выходит на наши экраны. Ливерпуль в атаке. Вынос! Свечка зажигается над... Ну, не над штрафной все. Что происходит там, Миш? Максимальное напряжение и для Клопа, и для Чалова, безусловно. Ну и сейчас эти минуты будут, безусловно, решающими. Последняя минута основного времени вот-вот пойдет. И Юрген Клоп, который после удаления вроде бы немного расслабился. Да, мы видели, что он нервничает в начале встречи. Вот теперь он тоже максимально собран. Потому что в какой-то момент показалось, что он все уверовал в то, что удастся так или иначе забить второй гол. А сейчас последняя минута основного времени. И по-прежнему счет равный. И Рубин в атаке. И Рубин с мячом. На чужой половине поля почти все игроки Рубина. Олега Кузьмина только не хватает. И фолл в пользу нашей команды. Тут рядом со мной трибуна взорвалась. Просто... Ты знаешь, сейчас посмотрим повтор. Давай вот здесь увидим, было ли нарушение. Мне показалось, что его не было. И сейчас повтор. Фермино? Нет, ну рукой толкал. Рукой толкал. Если ты правительный эпизод. Правительный эпизод. Благо. Благо, благо, благо. Продолжает оставаться с мячом. Перетачит туда, где есть, наверное, Портнягин. Нет там канунников. И что, угловой? Угловой! Сколько добавлено? Мы тоже по угловым так не отстаем. Сейчас, как у меня, три минуты. Еще три минуты держаться Рубину. А кто знает, может быть и забить. Последний угловой принес удар Портнягина. Почему нет? Я сейчас обратил внимание на Клопа. Он занял место Чалова в его технической зоне. Но не совсем. Он прямо перед Чаловым. И Чаловый показывает. Уберите его. Да, знаете, толкучка не только. В штрафной площади подача. Пентаке не зря прибежал. Нужен подбор. Обязательно нужно. Ни в коем случае не дать Ливерпулю отыграть. Фалить! Фали! Да фалите вы! Не, ну хотя бы задержали. Уже нет быстрого отрыва. Но Ливерпуль все равно в атаке. Те, кто не попали в заявку у Ливерпуля, запасные спускаются и уходят под трибуну. Они не досмотрят эти последние минуты. А мы с вами будем смотреть подачу, рыжиков! Уверенно играет Сергей. Минута прошла. Грустными уходят игроки Ливерпуля. Очень много они сегодня провели атаку на ворота Рубина. Но... Что творил в обороне Рубина? Клайн. Быстрей, быстрей командует Клоп. По центру атака Фермино. Удар! Рикошет! Мяч куда летит? Он опять летит. Черт возьми на угловой. И побежит. Нет, конечно, Миньоле не побежит. Потому что ничья, а не поражение сейчас на табло. Я не знаю, побит ли рекорд Лиги Европы. Столько угловых за один тайм. Высокая подача. Играет головой Шкртел. Рыжиков. И аплодирует Валерий Чалый. Здесь еще нарушение правил зафиксировано. Нарушение... Да нет, появляются медики здесь. Кверпели.